среда традиционный вебинар 25 августа уже у нас получается у нас последний летний вебинар я так понимаю ну то есть у нас лет лет такой был мешка на расслабоне то есть все кто-то на даче кто-то еще где-то далеко принципе у нас нельзя было уехать но все равно люди отдыхали вот ну и уже следующей неделе у нас уже будет на работе такой более более рабочий лад осень у меня дети готовятся в школу старшая в школу средний в сад добрый вечер да елена из минска добрый вечер вам тоже из минска вот ну и сегодня у нас будет более традиционный вебинар то есть первая часть мы по технологии пробежимся вот и потом во второй части по новостям вот ну и дальше ответы на вопросы кто что она болевшим вот поговорим вот зовут меня алексей на умович по образованию инженер-программист вот кстати тут сегодня исправил слайде необычно всегда было 2005 года а тут посмотрел в скорочке метан 2004 первая запись поэтому с 2004 года инженер-программист 2014 года я инвестор и партнер skyworld комьюнити ну и начнем как обычно с проблем которые у нас есть в транспорте почему-то слайд не переключаются а все есть ну и кстати если у нас есть новички поставьте пожалуйста плюсики что вы впервые на вебинаре и тогда может быть я на каких-то моментах более подробно буду останавливаться вот если вы уже не впервые тогда быстренько пробежим и перейдем к новостям ни для кого не секрет что в транспорте у нас огромное количество проблем вот тут на слайде хорошо это видно пробки аварийность в общем все все вытекающие отсюда последствия то же самое касается и грузовой сфере где у нас перевозка контейнеров принципе для обывателя для простого это не видно вот хотя в принципе все мы это можем чувствовать когда заказываем кинет заказы из китая например вот и ждем там целыми неделями вот когда к нам наконец дойдет наш какой-нибудь любимый ожидаемый гаджет вот дочки хотели заказать аккумулятор в китае так вот там дата доставки была на два месяца вперед то есть мы вроде бы быстро нашли его оплатить можем быстро вот но ждать приходится очень долго вот поэтому логистика тут опять же подводит вот ну и естественно это видим на слайде здесь кто-то борется со снегом как у нас этой зимой было кто-то борется кстати говоря с паводками этим летом было у нас опять же в минске здесь правда на фото мы видим мост где-то как похоже что-то на припять да то в минске у нас плавали в этом году и принципе традиционно каждое лето лигинск плавает некоторых местах вот но и соответственно кто-то борется с песками но с песками мы вроде как пока еще не боремся вот хотя кто знает может где-то у нас беларуси и заметает что-то вот но и ну дальше проходя по проблемам в транспорте естественно это выхлоп естественно это выбросы естественно это все вот эти все негативные последствия от транспорта на вот такая вот картиночка из прошлого вот и так далее ну что никого это не секрет ну и переходя дальше к проблем связанными с транспорта также есть проблемы и с его строительством то есть построить обычную дорогу это тоже сложный процесс там надо начиная от вырубки леса то есть это опять же это экология то есть лучше в этот лес был чем его вырубили все подушка вот такая многослойная там щебень песок там еще что-то и так далее то есть огромная подушка это огромная затраты и времени и денег все это если это в скале так это вообще-то надо рубить то тоннели то есть это все очень долго дорого и сложно вот такие же решения которые надземные вроде бы без вырубки до лесов но они тоже опять же выглядят очень массивно вот выглядят тяжело вот ну соответственно также стоит дорого и вот это пример нас из германии инженеры думают в правильном направлении нужно отметить то есть немецкие инженеры вот что нужно делать транспорт надземный на втором уровне чтобы можно было удобно перемещаться вот но здесь опять же технологии немножко устаревшие вот скорость небольшая вот ну и сами конструкции по себе массивные вот ну и как бы дороже чем это могло бы быть в том решении которому поговорить позже иногда сравнивать нас с канатными дорогами но опять же канатной дороге это такое локальное решение где-то для локального перемещения с точки а в точку b вот но и соответственно там не кабинка бежит по рельсу а весь вот огромный этот рельс он перемещается ну рельс канат если правильно говорить и соответственно ну тут там расстояние ограниченное скорость на тоже ограничены но кто лыжники те знают вот в этой зимой у нас в логойске я с дочкой ездил вот тоже вот прям можно кто хочет зимой можете тоже проехать посмотреть вот ну и переходя от проблем транспорта есть уже идеальное решение вот уже этого не скрываем прямо говорим что есть транспорт который решает все вышепричисленные проблемы есть транспорт который легок как в строительстве так и в так и ну и вообще в по всем параметрам он переживает все существующие транспортные решения которые были вот придуманы в прошлом веке можно даже так сказать вот ну и в основе данного транспорта это это струнный транспорт в основе лежит струна вот но струна это не в голом виде в таком оголенном как вот мы могли подумать как провода электричества а струна на зашита специальный короб вот этот короб он похож внешне на обычный рельс вот но получается что струна дает ему возможность быть более длинным вот и более соответственно гибким вот что придает ему но ряд качеств которые поговорим позже вот такая вот конструкция легкая ажурная вот расстояние между опорами здесь насколько я помню 400 метров вот это же реализовано вот и ну как видите по сравнению с тем что мы видели до этого балочные огромной конструкции да и даже вот немецких инженеров то каракатица железная все это смотрится устаревшим вот на фоне вот такого вот красивого решения но и сам струнный принцип он известен давно в принципе его применяют в вантовых мостах то есть это довольно известный уже прием в строительстве вот ну естественно тут всем я думаю понятно что чем чем ехать просто по земле вот если она у нас гористая если она у нас там с реками то проще вот поднять трасс трассу над землей и мы решались решаем очень много проблем которые связаны с вот именно надо там срезать холмы не надо засыпать ямы все очень гладко красиво вот ровно быстро вот но есть несколько вариантов исполнения то есть это может быть такая полу жесткая как сверху указано трассы где-нибудь для города может быть жесткая как посерединке указано это вы сверху высокоскоростной транспорт снизу городской вот ну и такие вот провисающие в третьем варианте это может быть тоже где угодно в горах либо в городе ну и так далее применение применение может быть совершенно в разных местах это реальная картиночка этой картины кстати говоря уже наверно года три вот это из нашего экотехнопарка в мариной горке вот это станция кстати говоря вот сейчас тоже пришла мысль станция пересадочная с городского вида транспорта на высокоскоростной вот то есть это между городами мы перемещаемся там со скоростью до 500 километров в час но уже в городе помедленнее мы можем перемещаться там до 100 километров в час одну и такая станция у нее пропускная способность она сопоставима с но со станцией метро к примеру да ну либо так глобальных масштабах как иногда приводит пример с дубайским аэропортом вот и кто у нас поедет в октябре в дубай вот может посмотреть масштабы аэропорта в дубае и вот этой маленькой станции а пропускная способность у них одинаково вот мы так вот к слову вот ну и двигаясь дальше это вот закат нашем экотехнопарке очень красиво фотографии мне очень нравится здесь тоже еще мы видим и решение для швейцарии супер легкая юни винт на двух человек вот мы снизу мы видим юни юни bus городской транспорт для для города собственно говоря вот и ну и говоря о том кто все это придумал естественно но само собой не появилась автором его является антон драчь юницкий вот человек который занимался транспортом всю свою жизнь то есть начиная не то чтобы даже со студенческой скамье а даже со школьной скамье то есть когда он запускал там на конкурсе детских конкурсах там ракеты в небо с мышками вот ну и дальше он учился там тюменском университете потом в белорусском нашим политехническом вот мы дальше он шел там по 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 стезе по науке вот занимался исследовательской деятельностью в принципе всю свою жизнь тестировал там в артемической трубе продувал там вот подмосковье в озерах все это проверялось то есть но это очень очень большой путь вот как иногда сравнивают его с моисеем который 40 лет водил по пустыне вот точно также вот юницкий 40 лет шел к своей цели разрабатывал все до детали до мелочей прорабатывал вот написано огромное количество книг вот одна из них это струны транспортной системы на земле и в космосе вот обращаю ваше внимание ну про космос сейчас говорить не будем вот но кто в теме тот поймет о чем речь вот ну и вот еще одна из спас из последних книг книжечка инженер где тоже очень красочно описано и история зарождения технологии и то где она сейчас находится и в общем про автора технологии и так далее вот ну еще еще касаясь кое-какие технические детали можно сказать что высокоскоростной транспорт он коэффициент аэродинамического сопротивления он на порядок то есть 10 раз фактически более эффективный чем в обычном автомобиле но соответственно это дает ему ряд преимуществ то есть это экономия топлива это и скорость это ну вот в общем то всем вытекающие отсюда последствия вариант исполнения тоже совершенно разные на 14 человек на 6 человек там до 100 километров до 150 километров в час раньше спрашивали упадет не упадет ваше транспортное средство с с этой дорожки вот ну приходилось раньше доказывать что нет не упадет нас есть вот такие вот поддерживающие головки вот но сейчас принципе это уже работает поэтому тут доказывать в общем то уже ничего не надо все на практике проверено вот люди на кафе есть у нас ездили за день там больше 2000 человек прокатилась вот никто не упал все в порядке поэтому тут уже можно ничего даже не доказывать вот ну и в целом табличка по по всем этим параметрам капитальные расходы у нас зелененько это skyway тесно капитальные затраты то есть это то что стоимость строительства дороги она у нас минимальная ну сами понимаете почему потому что это минимум материалов это минимум опор минимум землеотвода и так далее поэтому капитальные затраты минимальные эксплуатационные расходы тоже минимальные почему потому что не надо там ежегодно латать дыры там как у нас сейчас асфальте там не надо там постоянно там снег убирать там еще что-то чистить эксплуатационные расходы тоже минимальные по расходу энергии тоже минимальная почему потому что аэродинамическое сопротивление она как вот близится к идеальному вот и по-моему даже юницкий рассказывал что есть показатели абсолютного то есть как вот капля да или там что-то такое абсолютно идеальное аэродинамическое сопротивление так вот наши близится к вот к этому к близко к идеальному вот поэтому расход энергии тоже минимальный и вот и в некоторых странах даже достаточно будет просто солнечной энергии вот чтобы обеспечить даже не надо никаких батарей просто энергия солнца позволит двигаться транспортным средством без всяких проблем пропускная способность у skyway она больше даже чем в метро то есть у нас все здесь минимальное то пропускная способность максимальная вот она даже выше чем например московском метро в лимитской метро и так далее загрязнение окружающей среды минимальное потому как нет никакого выхлопа то есть электротранспорт если он еще будет на солнечных батареях то это вообще будет по сути зеленая энергетика в чистом виде транспортная аварийность минимальная тоже объяснимо почему то есть достаточно поднять транспортное средство над землей так чтобы он не пересекался с пешеходами но в основная опасность это чего от других транспортных средств и пешеходов то есть по сути от жизни которая происходит на земле столько мы поднимаем транспортную систему повыше чуть-чуть как самолеты например все и ну и нас соответственно транспортная аварийность она фактически снижается до нулевых значений вот и даже были такие цифры в автомобильных катастрофах полтора миллиона человек гибнет ежегодно в авиаперевозках где-то до 1000 человек ежегодно то есть мы слышим периодически что там там или там упал самолет вот там 800 погибших там то есть суммарно за год вот of skyway гибель людей может снизиться еще на порядок то есть там до 80 человек потому что ну по сути то как бы не с чем сталкиваться получается вот и падать некуда если самолеты если куда падать то тут и падать некуда вот ну в общем то по всем показателям skyway это идеальное решение добрый вечер оксана идеальное решение которое существует вообще на сегодняшний день это принципе соответствует всем принципам транспорта двадцать первом веке то есть это и мобильность это и зеленость как зеленой технологии вот и беспилотная то есть ну в общем то беспилотный или электр беспилотный электро мобиль который движется на втором уровне то есть по всем параметрам он соответствует всем даже трендам которые есть на сегодняшний день в транспорте ну и еще раз пробегаясь по по моделям тут видимо двухместные четырехместные шестиместные четырнадцатиместные и так далее и так далее варианта исполнения очень много то же самое касается грузовых то есть надо какие-то грузы перевозить тоже тоже можно перевозить контейнеры маленькие контейнеры большие контейнеры посыпучие грузы либо какая-то там транспортерная лента и так далее все это можно тоже реализовывать то есть по сути ну вот сам это струнный принцип это как иногда тоже сравнивать струнный принцип сравнивать крем крем как как вот кремний процессор, который является ядром в телефоне, в компьютере, в планшете. Вот у него сердце – это его процессор. Вот так и здесь получается струнная технология. Вот ее сама струна – это как процессор там. Так вот здесь струна может использоваться тоже в разных комбинациях. Вот, естественно, огромное количество и сертификатов уже за все время с 2014 года получено, получено и патентов, и дипломов за 40 лет – невероятное количество. То есть все это можно даже в книжке посмотреть, все это есть. В открытых источниках тоже есть. Все это можно найти и посмотреть. Кому любопытно, кто в Минске, можно подъехать в офис, посмотреть на наше здание. Это одно из зданий, которое на тракторном заводе. Вот сейчас уже работает на сегодняшний день более 600 человек. инженеров, имеется в виду, в компании собственности. Несколько зданий. Вот это головной офис сейчас на железнодорожной 33, бизнес-центр. СВ Плаза, бывший. Вот сейчас он уже под другим брендом. Ну, кому интересно, в Шабанах тоже производство мелкосерийное. То есть все это вживую можно посмотреть, подъехать. Кому интересно, можно все это увидеть. Помимо всего, естественно, есть инженерный состав, есть, где сборка происходит, но есть, где происходят испытания. Испытания происходят не в самом Минске, а под Минском. Это Марина Горка. 36 гектаров выделен участок на месте бывшего танкового полигона. Вот здесь уже построено 5 действующих линий. Вот и 2 в процессе строительства. Тоже вот нас люди приезжали, катались. Ну, это вот хороший кадр, который запечатлел, в принципе, вот нашей Мариной Горки. Различные виды транспортов, движений. Вот это получается у нас как такой вот город, можно сказать, скайгород. То есть транспорт сверху. В принципе, это, наверное, такой небольшой взгляд в будущее, когда люди будут жить где-то снизу, а транспортная система, она будет обслуживать нас, ну, где-то перемещаясь сверху, вот так, чтобы никому не мешало жить. Ну, и продолжая историю развития, вот когда построили в Мариной Горке этот полигон, им очень заинтересовались арабы. Вот и предложили построить такой же у себя в Эмиратах. Ну, и Юницкий, естественно, он сказал, что да, без проблем, построим. Вот, ну, и при поддержке на самом... То есть если у нас в Беларуси поддержки, ну, как бы, как Юницкий любил шутить, лишь бы не мешали, вот, то там поддержка прямо очень на самом высочайшем уровне. Пожалуйста, и землю выделяют, и, ну, в общем-то, контакты нужны, вам помогают с контактами. Ну, то есть вся база ресурсная предоставляется в пользование. Вот, пожалуйста, используйте. Вот, ну, и вот уже картиночка, уже реальные фотографии в Шарже, наш второй испытательный центр. Ну, он по-английски Research and Development, то есть исследовательский такой центр разработки. Вот, ну, и вот тоже картиночка у нас в этом году тестировались уже и перевозка и юникаров, и легких контейнеров. То есть все уже, ну, по сути дела, сама технология, она себя уже доказала, она уже работает. Вот, ну, и переходя немножко так, тоже небольшой взгляд вперед, вот так вот могут выглядеть станции в будущем городах, то есть несколько уровней. Вот, ну, я думаю, что это уже всем понятно. Ну, и как перспектива, транспортная сеть, она может, ну, сначала в одном месте построили где-то проект, в другом месте построили, проекте в третьем месте, потом это все можно объединить в единую сеть. Вот, ну, и как все знают, когда строится метро, там какой-то район города, ну, тут далеко ходить, мы не будем, каменная горка взять, да. Провели три станции метро, все, там вокруг вырос просто огромный населенный такой, ну, кластер. Сейчас вот проводят у нас метро туда вот, ну, не лошадься, а у нас на юг, да. Сейчас там тоже, соответственно, Кижеватого, вот, там тоже сейчас обрастет, обрастает наш маяк Минска огромными, ну, небоскребами, это мягко сказать, то есть, ну, целый кластер городской вырастает вокруг. Вот, и поэтому, ну, а так как метро, как бы это тяжеловато копать и долго, вот, а Skyway, он его устанавливает намного быстрее можно. Вот, и, соответственно, это могут продолжение вот этих вот линий с городом, вокруг них могут образовываться города, и, ну, и, по сути, вот пока идет линия куда-то там, из Минска, например, там, не знаю, в Москву, там, или в Гомель, или в Витебск, то вокруг нее может расти целый город. Вот, ну, и получается, как бы, линейные города. Вот, то есть, ну, это такое немножко на перспективу. Ну, и, соответственно, это тоже может быть огромная транспортная сеть, и куда, естественно, наша задача на 21 век, то есть, построить вот такую транспортную сеть, чтобы мы могли, садясь в наш, в любую кабинку, там, на смартфоне, там, или голосовым сообщением, хочу попасть там в Токио, к примеру, вот, дверька закрылась, все, и он поехал, нас повез. То есть, это какой, такой некий горизонтальный лифт, вот, который будет нас перемещать в любую точку планеты. Ну, я думаю, идея интересная, вот, есть над чем поработать нам в ближайшие, там, не знаю, 10, 20, 30, 50 лет. Так что, вот такая вот задумка. Ну, естественно, что дать технологию миру, что даст миру технология SkyWay, ну, и родные ближе, путешествия без границ, и полная безопасность пути, вот, совершенный транспорт, линейные города, чистая планета, то есть, ну, все это, в принципе, уже обговорили. Вот, ну, и возвращаясь к сегодняшнему дню, все, наше строительство разбито на несколько этапов. Сейчас мы находимся уже в преддверии 15-го этапа. То есть, по сути говоря, уже все построено, кроме кое-каких деталей. Вот, и что это за детали? Это нам достроить высоко-скоростную трассу, длиной 20 километров. Вот, пока с участком еще, пока еще определяются. Возможно, это будет в Беларуси, возможно, будет это в Эмиратах. Вот, ну, и достроить трассу для контейнеров, то есть, по сути, ну, вот, объем необходимых инвестиций для проекта еще где-то в районе 100-150 миллионов долларов. Ну, как бы сумма, она не такая большая, вот, для стартапов такого масштаба. Вот, и, в принципе, эта сумма, она сопоставима с теми деньгами, которые уже были собраны, которые уже были проинвестированы в проект за предыдущие 6 лет. Вот, ну, и говоря, еще раз возвращаясь к, есть у нас инженеры, которые работают, которые все разрабатывают, которые рисуют, которые собирают и так далее. А есть люди, которые финансируют. То есть, это у нас компания пошла по принципу краудинвестинга. То есть, люди со своими средствами, кто сколько может, помогают проекту, вот, и взамен получают долю, долю в компании. Вот, ну, соответственно, это некое такое с миру по нитке голом рубашка. Вот, ну, у нас с миру по монетке, да, и мы вот делаем эко-технопарк. Уже сделали в Мариной Горке, и, соответственно, делаем сейчас в Шарджи. Ну, и дальше это как планомерный переход уже к адресным проектам. То есть, и дальше в мир технология будет продвигаться. Пакеты для инвестирования у нас есть самые разные. Самый минимальный пакет на 50 долларов, максимальный пакет на 150 тысяч долларов. Каждый выбирает, что ему ближе. То есть, ну, популярные, в принципе, пакеты на 1000 долларов, там, на 500 долларов. Это самые, в принципе, на такие, можно сказать, народные пакеты. Естественно, так как технология, еще пару слов добавлю про дисконты, так как технология еще у нас пока на стадии 15 этапа, в преддверии 15 этапа, то есть определенный дисконт. То есть, то, что стоит, должно, по одному доллару, продается сейчас дисконтом 30-ти кратным. Допустим, мы возьмем пакет за 1000 долларов, у нас получается дисконт 30. То есть, за 1000 долларов получается 30 тысяч долей. То есть, 30-ти кратный дисконт. Ну, что, ну, довольно неплохой вариант для инвестиций. Ну, и почему выгодно поддерживать Skyway? Это потенциально выгодное вложение финансов, потому что, ну, решается глобальная проблема, такая мировая, в транспортной перевозке. Это пожизненные дивиденды. То есть, ну, любая построенная трасса, она будет функционировать 5, 10, 15, 20, там, и более лет. Вот Юницкий даже заявлял, что может быть гарантией до 100 лет. Но тоже сейчас, соответственно, проводятся там испытания. Вот, ну, и, то есть, это пожизненные дивиденды. Ну, и уже есть случаи в истории, когда такие вот, типа, вот, как транспортный проект, допустим, вот, Панамский канал, когда его строили, то дивиденды с этого Панамского канала получают, там, внуки строителей, которые когда-то участвовали в его стройке. Ну, это, как бы, такая вот история долгая. Юридическая защита. То есть, все доли находятся в реестре, в британской юрисдикции. Интеллектуальная собственность, которая уже за 40 лет была наработана. То есть, каждый инвестор становится ее совладельцем этой инстеллектуальной собственности. Вот, ну, и, по сути дела, это такое, как совладение мировой корпорацией. То есть, если все делать так, как вот у нас задумано, двигаться в том направлении, а мы движемся уже в течение 6 лет в этом направлении, и ни разу не свернулись от дорожки, то, ну, можно полагать, что мы строим просто, ну, большую-большую компанию, которая займет свой, ну, и цель, как бы, занять 50% транспортных перевозок вот именно на втором этаже, на втором уровне. Вот, ну, и наследие детям и внукам, естественно. То есть, все эти доли передаются по наследству, поэтому, ну, все очень здесь для инвестора очень прозрачно, вот, правильно оформлено. Вот, поэтому, ну, на достаточно, можно сказать, на мировом уровне все сделано по последним стандартам. Вот, так что, если вы инженер, добро пожаловать в команду инженеров, если вы и дизайнеров, если вы просто, там, инвестор, добро пожаловать в ряд инвесторов, вот, если вы партнер, то добро пожаловать в ряды партнеров, продвигая данную технологию, Если у вас есть какие-то выходы на государство, на государственные фонды и так далее, которые занимаются адресными проектами, пожалуйста, тоже добро пожаловать, продвигайте технологию в те среды. Ну и сейчас возвращаюсь уже к обзору новостей. В принципе, новостей у нас в летний период не так много, как было это зимой и весной. Но сейчас идет такая у нас работа больше в фоновом режиме, то есть подготовка к экспо в Дубае. Вот большая работа ведется. Ну и, соответственно, одна из последних новостей, то, что у нас в кабинете, ну еще раз вернемся, да, Global Expo Marathon, это как раз-таки наше путешествие. То есть есть люди, которые хотят попасть, то есть раньше мы проводили эко-фест в Марьиной Горке, проводился эко-фест, а сейчас будет экспо-фест, вот, и он будет проводиться в Дубае. То есть новая площадка, новые эмоции, новое место, вот, новый интерес у людей. Вот, ну и, соответственно, ну, как бы попасть могут не все. Вот здесь, ну, допустим, у нас в Марьиной Горке могли все попасть, поэтому там, по-моему, по 5 тысяч человек приезжало вот в день, ну, единомоментно. То есть здесь будет конкурс, вот, попасть в Дубай. Вот, ну и там, соответственно, есть несколько уровней, там, золотой, серебряный и бронзовый. Вот, ну и золотые и серебряные могут приехать, вот, и вживую все посмотреть, пощупать, попасть на экспо, проехать по Дубаю, по, в общем-то, заехать в наш центр. Ну, то есть, в общем-то, вся, вся полноценная такая экскурсия. Вот, тот, кто делает золото, тому вообще бесплатно все, и билет даже оплачивается на самолет, и жилье оплачивается, вот. Вот, и, ну, такой, можно сказать, полный, пол, как это, в отельном бизнесе, full, уже забыл. Короче, когда все включено, все включено, all inclusive, вот. Ну, и, соответственно, у нас в кабинете появилось, all inclusive, да, Олег? Появился в кабинете у нас новый раздел, вот, станете победителем марафона Skyway Capital, вот, уже отсчет в шесть дней остался до конца. Ну, и, соответственно, в личном кабинете мы можем это отследить. Вот, у нас на золото осталось 114 мест, вот, поэтому, кто хочет попасть в Дубай, бесплатно, прожить там бесплатно, вот, участвуйте в конкурсе, вот, и добро пожаловать в город мечты, вот, откроет перед вами свои двери. Вот, ну, и, соответственно, те, кто золотые у нас, они летят с 21 по 26 октября, вот, те, кто серебряные, с 29 по 1 ноября и с 5 по 8 ноября, то есть, ну, немножко со смещением идут. Вот, ну, и, соответственно, ну, такой вот интересный осенний выезд, люди уже, я думаю, что засиделись немножко дома за время пандемии, вот, ну, вот такой выезд, я думаю, что он разнообразит жизни. Ну, и вторая новость, вьетнамская СМИ о Скайуэй написала статью, то есть, дизайн, эффективность и адресные проекты, вот, ну, и на сайте вьетнамского издания, не знаю, как произносится по-вьетнамски, Джао Дуг Той Дай, может быть, я ошибаюсь, как правильно, но вышел материал о преимуществах транспорта Скайуэй и перспективах проекта Вуаэ. Публикация подготовлена на основе статьи CNN от 22 июля. То есть, ну, вот, Вьетнам, кстати говоря, это один из рекордсменов по привлечению инвестиций. Он уже на протяжении, наверное, двух, а может даже и трех лет, Вьетнам находится на первом месте по привлечению инвестиций в проект. Это, кстати, интересный факт. Они как бессменный финансовый наш донор, вот. Ну, видимо, у них, ну, даже, кстати, да, у нас были видеоролики от вьетнамцев, вот, которые снимали у себя прямо на улице и показывали тот трафик, который у них, то есть, ну, наш трафик и тот вообще несопоставимый. У них вот, ну, просто как вот, не знаю, как муравейнику стоишь на дороге и прямо вот сплошным потоком там эти мопеды, 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 там еще какие-то машинки. То есть, это просто колоссальный трафик. Поэтому они на себе это чувствуют, проблему прямо вот каждый день с ней сталкиваются. Вот, ну, и это дает им толчок. Ну, и в Вьетнаме любят все такое тоже с советских времен, вот, и русских инженеров, вот. Ну, и, видимо, поэтому такая прям поддержка идет очень сильная оттуда. Вот, ну, и сравнили они наш Skyway, как оценили, очень высоко оценили салон тропического Юникара. Вот, ну, и по словам журналистов, поездка в таком транспорте похожа на полет в самолете, вот, первым классом. Вот, это возможно благодаря удобным кожаным креслам, качественным динамикам, окнам с хорошим обзором. Ну, в общем, вся эта атмосфера такой вот качественной, отделка, вот, комфортабельной всеми обстановкой. Вот, так что, в принципе, из новостей это все. Вот, если какие-то есть, да, Татьяна, спасибо вам за теплые слова. Если какие-то есть у вас пожелания, вопросы, пишите. Вот так. Ну, и если... Ну, в общем, пишите, да. А я покатываю сейчас промотающую презентажку. Вот, ну, и...